Добрый день, я с вами Стэрилайф. Я прошу прощения, что я уже не ухожу на связь, но я уже говорила, что теперь это будет, скорее всего, более закручительные вещи. Я не выпускаю лайф-контент с зверушками. Прошу прощения, чтобы подписываться на него, на этот канал или на мой инстаграм. Но я просто не вижу себя и свою жизнь в округе, от контекста того, что происходит с моей страной. И поэтому у меня нет лайфовых видео, которые бы я могла выкладывать, вообще какого-то контента, который я могла бы выкладывать, не затрагивая эту тему. Ну и если вы внимательно следите за нашим каналом, еще в первый день, разумеется, с Андреем выложили фост о том, что мы против войны. И что невозможно поверить, что конфликт, какой-то конфликт конструктивно может решаться таким способом. призывали к ненасилию. И мы удалили его через несколько дней, потому что был принят закон, ряд законов, о которых, наверное, многие уже знают. Но, если честно, я сейчас об этом даже жалею. Потому что, несмотря на то, естественно, замолчать и мне говорить об этом для меня лично было невозможно. Поэтому я продолжала делать посты в Инстаграме и сторис в Инстаграме. И я прошу прощения, что я снимаю это напротив трассы. Но это очень важная трасса. Пожалуйста, потерпите плохой звук. К сожалению, сейчас наша российская действительность устроена так, что ты можешь не использовать «Новая война» в своих постах. Это не обязательно. Ты можешь нарисовать три точечки и пять точечек на своем плакате, и тебя все равно арестуют за дискредитацию гостя. Вообще не обязательно вслух и впрямую говорить о своем мнении. Можно загуалированно, как все время говорила я, и тебя все равно за это докажут. Поэтому, мне кажется, с учетом того, что сейчас война идет уже больше двух с половиной месяцев, нет смысла говорить огняками. Потому что результаты этой войны говорят сами за себя. Россия нарастает. Кошмары и ужасы, абсолютно нечеловеческие ужасы нарастают. Если вчера кто-то мог говорить, что мирные жители, которые оказались в этой ситуации, мирные жители Украины, они это заслужили, и так им и надо. Сейчас я не могу представить, кем надо бить, чтобы считать, что так им и надо. Или что гражданам России, которые оказались не по своей воле в этой мясорубке, тоже так и надо. Я вообще не могу представить. Ну, то есть, после пожара я понимаю, что такое потерять огромную часть того, над чем ты долго трудился. Как это можно пожелать вообще кому-либо? А учитывая, что масштаб потерь у людей далеко не такой, вообще даже приблизительно не такой. Я не знаю, люди, которые говорят так им нужно, они не могут представить себе этого, они могут поставить себя на чье-то место, или просто хотят закрыться от происходящего ужаса и отгородиться. Я не могу представить, я не понимаю. Если честно, я понимаю, что пропаганда делает свое дело, и что нам объясняют, что в кругу врагов, что мир представлял огромную опасность, что на нас бы напали, нас бы убили раньше. Очень странно, потому что на нас не нападают сейчас, когда весь мир уже ополчился против нас, на нас все еще не нападают. Почему вы увидите, что на нас кто-то мог бы напасть, когда мы сейчас даже минимальные какие-то военные действия пересекаем угрозами ядерных бомб все время? Я не понимаю, как в это может тоже кто-то поверить. Для меня это выглядит как агрессия моего попугая Жако. Она выкормыш, она нервная, но механика поведения та же. Она думает, что люди представляют для нее угрозы, она предпочитает атаковать первое. Она предпочитает мерзко орать даже на меня, хотя меня она не кусает и не атакует, но она все равно на всякий случай, если что-то ее волнует, она очень мерзко орет, а волнует ее очень много вещей. Потом мирно со мной целуется и вроде бы понимает, что все хорошо, но первая ее реакция она обычно орет. И ладно, я ее знаю, люблю, я вырастила ее с детства, понимаю ее поведение, понимаю на чем она основана и понимаю, что на меня она нападать не будет. Но она гостей на моих, она нападает, но она зарабатывает очень отрицательное отношение к себе этим самым. Ее прощают только за то, что она попугайчик, она забавная, она интересная, но, блин, если бы у нее не было каких-то других достоинств, я ее мало бы попрощал за агрессивное поведение. И у нас получается такое же агрессивное поведение, потому что придумали себе врагов, придумали, что НАТО расширится, укрепится, и напали первые. Напали первые, и тем самым всех вокруг себя сплотили. НАТО расширилось, сейчас Финляндия войдет в НАТО. Кстати, в истории моих предков. Дело в том, что во время русско-финской войны Советский Союз тоже боялся, что Финляндия слишком близко находится к России, слишком близко пролегают ее границы. А значит, это может быть опасно. Поэтому он напал на Финляндию, чтобы взять себе часть ее территорий и обезопасить себя, естественно, исключительно обезопасить себя. Он настроил финнов против, и уже во время Второй мировой Финляндия выступала на стороне фашистской Германии. Хотя для этого была нейтраль. То есть, наоборот, Советский Союз приобрел злого соседа очень близко. Смысл был это делать. И сейчас мы приобретаем из них соседей очень близко. Мы приобретаем из них соседей всего мира, потому что мы грозим уничтожить весь мир. Что в этом хорошего? Я не могу понять, в чем красота этого нового прекрасного русского мира, в чем его достоинства. То есть, мы действительно же танкуемся только тем, что мы можем воевать. И знаете, мой дедушка не финский, у меня половина Чувашской крови. Вот мой Чувашский дедушка прошел всю войну. Причем убежал на фронт, когда ему было 17, чтобы защищать Родину. И прошел всю войну до самого Берлина. Он был в танковой дивизии, но он даже не на танке воевал, а на танкетке крошечной, которая размером с современной внедорожной. И мой дедушка никогда не говорил о войне. Я его спрашивала и казалась, это что-то интересное. Он никогда не хотел говорить об этом. Я снимаю этот ролик. Тут я почему-то все время жила в местах... Все время, что вы меня знаете. Жила в местах военных побед. Пока я участвовала в создании зооком-клуба, я жила в Севоложске. А Севоложск стоит на дороге жизни. Ленинград был в кольце блокады. Он оккупирован в фашистской Германии целых три года. Целых три года он был отрезан от снабжения, и люди в городе умирали от головы. Единственное место, где блокада была чуть-чуть разорвана, где снабжение могло проходить, это было Ладожское озеро. Здесь по льду проходили грузовые машины зимой и снабжали город лукой, хлебом. Если вы проедете по дороге жизни дальше, то вы приметесь в Ладожское озеро и монумент разорванного кольца. Это символ жизни Ленинграда на тот момент. По Ладожскому озеро и по дороге жизни город снабжался хлебом. В городе паек хлеба, который выдавался на человека, составил 125 блокадных грамм. Я жила все время на дороге жизни, которая вся уставлена вот такими монументами, на которых написано целая жизнь против войны. Как-то мне так запомнилось, что наши предки, когда оставляли нам память о войне, они говорили, что оставляют ее, чтобы это никогда не повторилось. Поэтому, когда последние, когда последние 5-10 лет в городе стали появляться машины с наклейками «Можем повторить?» Я содрогалась, потому что мы с ума сошли. Нет, а твою мать не за это, не за то, чтобы мы хвастались, что мы можем что-то повторить. Это трэш, это переворачивание памяти, это издевательство над памятью. На дорогу жизни я еще хочу сказать, что у моего папы, он строил дома, у него была пилорама, он строил дома. На его пилораме, в его строительных фильме работали узбеки, потому что в начале 2000-х он очень помог одному узбеку, которого зовут Артык. Артык, привет. Надеюсь, ты его найдешь. Он ему помог очень сильно. И с тех пор, спустя некоторые другие события, Артык считал его своим вторым отцом. И они очень подружились. И к папе потом приезжал работать не только Артык, но и многие его родственники, друзья. Папа тоже ездил к ним в Фергану. Просто вся их деревня для нас стали как родные. И я все время возмущалась, почему меня, например, в этой стране, в этом городе считают своей, хотя мои предки не участвовали в освобождении Ленинграда, например, от блокады, которые не участвовали в этом подвиге, в это историческое событие, такое важнейшее, ничего не вложили. Никакого исторического следа. А, например, дедушка Артыка возил хлеб по дороге жизни по Ладожскому озеру, но там погиб. И его при этом пренебрежительно считали гастербайкером здесь. Не все, конечно, но несколько людей, мы все их знаем. Хотя его дедушка в это вложил жизнь, его предки. И для меня огромный показатель неправильности того, что сейчас происходит в том, что многие, многие страны, которые участвовали в этой победе, отворачиваются от России и даже отпраздновали День Победы, который Россия смешала с новой военной агрессией. Казахстан не празднует День Победы. Нормально ли это? Ну, мне даже больно от этого, потому что память все равно надо хранить. Но это и понятно, потому что надо хранить память целиком, а не думать, что это наша личная память. Не думать, что мы можем делать то, что мы делаем ради неизвестно чего, неизвестно чего. Хорошо, у вас могут быть оправдания, вы можете верить пропаганде, может быть, даже там есть доля правды. Все равно не надо было решать это военным путем. Все равно нужно было искать другой способ решения конфликта. Даже если ты думаешь, что твоя агрессия в сторону собаки, чтобы исправить ее поведение, чем-то оправданно, что ты можешь там избивать свою собаку, то ты плохо понимаешь в зоопсихологии. Нет, это не лучший способ. Ты можешь подавить какое-то поведение, но не факт, что ты выиграешь в долгосрочной перспективе. И уж точно твое доверие с животным не выиграет. Ваши партнерские взаимоотношения пострадают от агрессии. И если это экстраполировать на все остальное... Да, такой кошмар, который я не видела еще, потому что я не рассматривала. Я знаю, что войны происходят, и на моем веку я слышала обо многих военных конфликтах, но они были не в моей языковой зоне. Я не могла слышать ту сторону, она не была для меня такой родной, близкой. Это не были мои друзья и родственники, грубо говоря. Поэтому, да, я не переживала вблизи рассматривания ужасов войны, которые сейчас переживают. Ну, в общем, я не верю, что хоть что-то может это оправдать. И я не вижу никакого конструктива в том, что конфликт так решается, потому что агрессия нарастает, претензии нарастают. О мирном разрешении конфликта уже не ведется речи. Моя страна находится в изоляции. Мои соотечественники приезжают грузом 200. Коллеги и друзья, которые... Память о победе которых, которая сейчас празднуется, принадлежит в равной степени и им тоже, и их предкам тоже. Они терпят вот это и находятся вот в такой ситуации. Я понимаю, почему многие там, почему Казахстан, Киргизия, Армения не поддерживают нас сейчас в этих торжествах, потому что надо помнить о том, что случилось, кто в этом участвовал, чьими руками это было сделано. Это победа и тот мир, который у нас был. И Россия не помнит. И она считает, что она может поступать так по каким-то причинам со своим ближайшим соседом, с которым его связывает вот это. Так минимум, вот это на самом деле гораздо больше. Россия забыла. Что-то забыла. Что-то очень важное. Это 900 берез с пионерскими галстуками. 900 блокадных дней символизирует, что город был в окружении. Да, вот я сначала во Всеволожске пожила, а потом я пожила в Волгограде. В Волгограде, в роли которого в победе, я думаю, глупо озвучивать. Все это прекрасно понимают. И этим подвигом, уже старым подвигом, но город весь пропитан. Этот монумент нереален. Он производил на меня всегда величайшее впечатление. Но я, помня историю, как минимум, близкой к нам, к моей семье, семье Артыха, я понимала, что за этим монументом, за этой Родиной стоит не только Россия. И поэтому она была такая великая. Конечно, Россия отдельно тоже может стать великой, но не за счет того, чтобы так поступать с памятью. Это мое мнение. Всех с днем победы той победы. И я желаю, чтобы сейчас восторжествовала справедливость. Даже если кому-то придется признать чудовищные ошибки и заплатить за них. Потому что, мне кажется, нет ничего хуже для судьбы страны, моей страны, чем непризнание ошибок. Чем не вынесение этого чудовищного опыта, как... Как чудовищного опыта. Все, я хотела еще много чего сказать про иноагентов, про СМИ, про что угодно. Я вообще считаю, что тоже этими ситуациями нельзя оправдывать полное затыкание, обласку чего бы то ни было. Потому что я вижу, что это приводит не только к тому, что злые люди рассказывают что-то ужасное про Россию, как она неправильно себя ведет. Нет, это еще... Ну, потому что кто-то считает, что правильно, поэтому... Значит, злых людей надо затыкать. Но нет, это еще ведет к тому, что граждане моей страны оказываются без защиты. Если государство творит беззаконие с ними, тоже об этом никто не узнает. Все, меня точно посадят за фейки. Но посмотрите вот это вот интервью, обязательно посмотрите это интервью с женщиной, которая... Глава комитета солдатских матерей, которая работает на всех войнах, начиная с чеченской. Просто послушайте, что она говорит. В частности, о солдатах-срочниках, права которых никто не защитит, потому что толком никто не узнает и не будет никакой огласки. Вот, к этому приводит к тому, что нет никаких независимых СМИ, а есть только машина пропаганды. Все оказываются в уязвимом положении, и вот тоже не вижу в этом ничего хорошего. А так со мной все в порядке. Зверюшки чувствуют себя отлично. Все еще не уверена, что смогу их показывать, просто показывать. Но я рассказываю. Но, естественно, я нахожу опоры в своей работе, в том, что пытаюсь рассказывать о правильном содержании животных. Потому что они все еще нуждаются в правильном содержании, естественном. Я рассказываю на своем канале Бестиарий. И даже что-то забавное выкладывала на канал про лягушек. Потому что лягушки все еще вымирают. Животные все еще вымирают по всему миру. Амфибии в топе вымирания. И они нуждаются про внимание. Опять скажу, что никаких ответов на тему агрессии, которую проявляет Украина. На тему фейки России, подлоги, нежелания принимать ответственность за военные преступления. И сами факты этих военных преступлений, они всем известны. Ну, естественно, в ответ все говорят, что Украина тоже поступает очень зло, агрессивно и чудовищно, естественно. И даже уже атакует приграничные области России. А, называется террористическими актами, да? Как бы то ни было, это продолжение всей той же темы, о которой я вела речь. В первом большом ролике, который я запостила на Вести Ари Лай, рассказывая о том, что я думаю о происходящем. Потому что это все, это все та же ответная агрессия. Мы не имеем права, я считаю, считать, что причиной, ну что нам теперь можно, нам теперь можно испытывать любое жестокосердие, любую, оправдывать любые свои действия тем, что мы встретили ответную агрессию. Блин, а чего вы ждали? Конечно. А чего вы ждали, когда говорили, да, давайте решим конфлик таким путем, да, так и надо, да, давно пора. А чего вы ждали? Конечно, конечно, мы встретили ответную агрессию. Это логично. Не только их, но и всего мира. Это логично. Надо нарушать всемирные законы, общие договоренности, и не будешь в изоляции и в таком положении. А теперь, да, везде антирусский мир, конечно, все плохие. Только причинно-следственные связи потеряны. Почему все так произошло? Почему все стали так к нам относиться? Не надо говорить, что у нас не было другого. Выбор ездить. С вами был Петяри Лайф. Плэст Лайф. Лучшая жизнь в правильной заботе о питомцах, окружающих об этом. Все. Я правда верю. Продолжение следует...